1 сентября 2023 года исполняется 110 лет со дня рождения известного северного художника Ширяева Дмитрия Кузьмича, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР. Дмитрий Ширяев создал огромную живописную летопость советской страны. Его работы рассказывают о природе, о людях великой страны, частью которой он был сам. Главная тема – любовь к родине, природе. Его работы – это хроника жизни страны тех лет. Обрели самостоятельную жизнь более 700 работ художника. Более 400 из них – собственность различных организаций художественных музеев Архангельска, Твери, Барнаула, Астрахани, Якутска, Омска. Часть находится в коллекциях Норвегии, Германии, США. Около 60 работ подарены авторам больницам, областными районным музеям на благотворительные цели. Ни один десяток огромных полотен Дмитрий Кузьмич подарил Архангельским школам. Он говорил «Хочу, чтоб их видели дети». Дмитрий Ширяев родился у Белого моря. Детство провел на Верхней Суланде, в деревне Запакове Архангельской области. Учился в первой советской школе, бывшей Ольгинской гимназии. Именно там он впервые увидел подлинники картин известных русских художников. Это была часть выставки и собрания Императорской академии художеств. Тогда у Дмитрия Кузьмича родилась первая, еще робкая мечта стать художником. Осенью 1930 года Ширяев решил поехать поступать в Ярославский художественный технику. А через три года, бросив его, художник уехал на юг, в Ткварчели, где искал себя, свое место в жизни. Он путешествовал по стране, на пароходах, товарных поездах, пешком, по дорогам и бездорожью. Был землекопом на углеразработках в Ткварчели, рисовал лозунги, плакаты для магазинов, клубов. Так, по впечатлениям от путешествий, родился цикл рисунка в странстве. Впоследствии Дмитрий Ширяев сам себя называл почетным бродягой Советского Союза. Но всю свою основную творческую жизнь посвятил Архангельску. В 1934 году Дмитрий Кузьмич возвратился в Архангельск и поступил в художественную студию при Театре рабочей молодежи. В 1938 году Ширяев принял участие в первой выставке художников в периферии в Москве и стал членом Творческого Союза Архангельских художников, а через два года членом Союза художников СССР. В 1939 году Дмитрий Ширяев был призван в армию, участвовал в финской кампании, а в Великую Отечественную войну служил в частях противовоздушной обороны. Во время войны Дмитрий сотрудничал с газетой «Патриот Родины», где печатались его сатирические рисунки. Но самыми значительными в творчестве Дмитрия Кузьмича Ширяева стали послевоенные годы. В 1947 году он принял участие во Всесоюзной художественной выставке в Москве и был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ за успехи в творческой работе. В последующие годы он регулярно участвовал во всех значительных выставках – всесоюзных, республиканских, зональных. В 1976 и 1994 годах состоялись его персональные выставки. Кроме всего прочего, Дмитрий Кузьмич Ширяев был неравнодушным публицистом. Писал о проблемах искусства, о молодых художниках. Его интересовали пути развития современной российской живописи. Дмитрий Кузьмич Ширяев прожил долгую, наполненную и художественным творчеством, и литературным трудом. Оставил в наследство людям сотни живописных произведений, десятки статей о творчестве своих коллег-художников, об истории и становлении Архангельской организации. И своим трудом внес огромный вклад в развитие культуры Северного края. Похоронен Дмитрий Кузьмич в Архангельске на Маймаксанском кладбище. КОНЕЦ КОНЕЦ